Приветствую вас, Елена, и первое, что хочется у вас спросить, вопрос-то в чём? В чём ваш вопрос, Елена? Какой у вас запрос к психологам? Какой помощи вы хотите от психологов? Я, естественно, не увидел в тексте у вас вопроса. Я не увидел в тексте у вас запроса. Вы описываете определённую ситуацию. У этой ситуации есть причины. Причины эти появились не вчера, не сегодня. Причины эти появились давно. Возможно, они были. Были всегда. И не очень понятно, что вы хотите от нас. Какой у вас вопрос? Какой помощи вы хотите от нас? Очевидно, что и вы, и мужчина имеете некие проблемы психологические. Вот, коллега Гудрящёв Игорь Леонидович говорит, что вы боитесь одиночества. И всё отношение у вас за зависимое. Может быть, так. Может быть. Может быть, есть что-то ещё. Ещё. Но... Что дальше, Елена? Чего вы хотите? Непонятно. Давайте разберём ваш текст. Да? Разберём ваш текст и прокомментируем его. Итак, я сама выгнала мужа. Теперь не знаю, как вернуть. Почему выгнали и для чего вам его возвращать? Вот, по факту, ответьте себе на этот вопрос. Для чего мне возвращать своего мужа? Зачем мне его возвращать? Почему я хочу его вернуть? Эм... Своего мужа. Почему я хочу вернуть? То есть, если я его выгнала, да? То... Ну, наверное, логично предположить, что если вы его выгнали, то... Вам... Что-то не нравилось. Ну, вот. В нём. Для чего же вы теперь хотите его вернуть? Откуда у вас это желание теперь его вернуть? Вернуть его вы хотите, чтобы что? Мужчина не весь... Мужчина это человек. И... Как у любого человека, у него есть, ну, самоуважение. Самолюбие. И... Нельзя, выгнав человека, потом сразу же... Пытаться его вернуть. То есть, тут вот, ну, есть некий такой момент. Я поняла, что погорячилось, но уже поздно. Погорячились-то почему? Ведь вы ниже описываете достаточно... Эээ... Серьёзные... Обстоятельства... В своей жизни. Ниже вы описываете достаточно важные моменты... В своей жизни. Так погорячились ли? Мы в отношениях 12 лет. Есть ребёнок, мальчик 7 лет. Были частные ссоры, расставания навсегда мирились. Из-за чего были ссоры и... Как происходили примирения? То есть... Что я хочу сказать? Примирения... 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 Не имеют никакого значения и смысла... В принципе. Если... Если... Вы... Не принимаете каких-либо решений... То есть... Условно говоря, если вами... Не приняты... Никакие решения... То... Примирения... Абсолютно бесполезны. Они... Примирения... Не имеют никакого значения. Потому что... Не было выработано... Каких-либо... Серьёзных... Соглашений... Не было договора... Который мог бы... Помочь... Найти общий язык. Да? Вы... Да... Вы... Даже вот... Эм... Вместе... Эм... К психологу... Не обращались... Просто вместе... Чтобы... Разобраться... С тем... Что вас беспокоит... Вы... Не обращались... К психологу... И... У меня вопрос... К вам... Вопрос к вам... Почему? Почему? Почему вы не обращались... К психологу? Что вам... Эм... Помешало... Это сделать? Ну... Если вы... Хотите... Действительно хотите... Сохранить... Эм... Семью... Если она... Если семья вам... Эм... Дорогая... И так далее... Почему вы хотите... Эм... Вы не обратились... К психологу... Дальше... Так... Он всегда за мной бегал... Эм... После ссор... И... Вы это воспринимали... Как... Я полагаю... Должно... То есть... Вы воспринимали... Как должное... Тот факт... Что... Человек... Эм... За вами... Бегал... Вы воспринимали... Эм... Как должное... Тот факт... Что... Человек... По сути... Унижался... Перед вами... Правильно я... Понимаю... Ситуацию... Или не... Или нет... То есть... Вы... Позволяли... Ему... По факту... По факту... По факту... Вы позволяли ему... За собой бегать... Вы позволяли ему... У... Эм... Унижаться... Да? И... Ну... Вероятно... Использовали это... Для каких-то своих... Эм... Ну... Чем-то вам... Это было... Выкину... Скорее всего... Вот... Опять же... Я... В этом не уверен... Но... Выглядит... Пока... Все именно так... Дальше... Значит... Эм... В тринадцатом году... Эм... Вообще... Я... Подалом... На развод... Нас развели... Но ни у меня... Не ставили штампы... Паспорты... Жили отдельно... Где-то год... Он... Умолял... Вернуться... Потом... Снова... Сошлись... Вот... У меня... Вопрос... Эм... Елена... Значит... Из-за чего... Во-первых... Вы в тринадцатом году... Подали на развод? Как вы относились к тому... Что... Мужчина... Умолял вас... Вернуться... Почему... Не ставили... Эм... Штамп... Паспорт... Если развелись... Когда сошлись... Были ли... Опять же... Выработаны... Какие-то решения... По поводу того... Из-за чего... Вы развелись... Ведь... Развод... Ну... Если сделать расчетный развод... Значит... Проблема... Достаточно серьезная... Нельзя... Просто... Взять... И сойтись... Или... Можно... Ну... Или... Вы считаете... Что можно... Как это происходит у вас... Дальше... Он очень спильчивый... Может наорать... Обозвать матом... Но я терпел... Эээ... Терпел это... И принимал его... Допустим... Допустим... Вы терпели... И принимали его... Но... Видите ли... Какая штука... Терпеть... И... Принимать... Это... Две... Разных... Категории... Терпеть... Это значит... Заставлять себя... Заставлять себя... Ну... Заставлять себя... Стопом... Заставлять себя... Мириться... С какими-то... Обстоятельствами... С какими-то событиями... Вот... А... Принимать... Это... Легко... Свободно... Естественно... Находиться в той реальности... В которой... Человек живет... Нельзя одновременно... Принимать человека... Терпеть его... Если вы принимаете... То вы не терпите... И если вы терпите... То вы не принимаете... Терпит тот... Кто пытается найти свою выгоду... Принимает... Тот... Кто любит... И за выгодой своей... Неважно какой... Не... Не... Гонится... Для него очень важна работа... Карьерный рост... Очень армициозный... И добиваться своего... Из работы часто ругались... Так как... Мало времени... Уделял нам... С ребенком... То есть... Видите... Вы... С одной стороны... Как бы... Говорите... Ну... Я его принимаю... А с другой стороны... Вы ругаетесь... С одной стороны... Наделаем... Времени... Вам... С ребенком... Что... Что значит... Вам с ребенком... Вы же с ребенком... Не единое... Целое... Есть... Внимание... Которое он наделяет... Вам... Есть... Внимание... Которое наделяет... Ребенку... Но... Ребенок... Давайте... Вот так... Ребенок... Ребенок... С отцом... Добрется сам... То есть... Вы здесь... Адвокатам... Ребенку... Выступать не должны... Вы можете... Просто доносить... Какие-то вещи... До мужа... Но... Все... Больше ничего... Что значит... Что значит... Мало... Уделял... Внимание... То есть... Давайте... Разберем эту потребность... Внимание... Она какая... Она... Психологическая... Она... Когнитивная... Ну... В смысле... Что... Вы... Например... Считаете... Что... Муж... Вот... Должен... Должен... Какое-то количество... Внимания... Э... Уделять... Э... Своей... Ну... Своей жене... Может быть... И... Может быть... И... Он должен... Уделять... Внимание... Но... Как это тогда... Вяжется с тем... Что вы принимаете его... Как вы говорите... Если вы знаете... Что он... Для него важна работа... И карьера... Как... Как вы... Э... Принимаете его... Если вы ругаетесь... И требует... Требует... От него... Того... Внимания... Которого он вам дать... Не может... Судя по всему... Э... Так... Воспитанием... Ребенка занимал... Всегда я... Так... У него работа... И это нормально... Учитывая... Что вы знали... Какой ваш муж... Мне было обидно... Что из-за его работы... Ребенок... Практически... Не выйдет... Папу... Это прикладывание... Ответственности... Именно на вас... Следит ответственность... За то... Что сын... Из вас... Стал быть вировке... Именно... На вас... Следит ответственность... За то... Что вы не можете... Выстроить... Адекватные... Здоровые отношения... С ребенком... Ответственность... Ни при чем... Далее... Вы пишите... Что... Мне обидно... Что из-за его работы... Ребенок... Практически... Не выйдет... Папу... Опять... Как бы это ни звучало... Но... Вы... Не являетесь... Адвокатом... Для... Своего... Ребенка... Если... Ребенку... Не хватает внимания... Папа... Пусть он сам... Ему об этом... Скажет... Сам... Ребенок... Почему... Вам... Обидно... Для ребенка... Я думаю... Что... Здесь... Эээ... Ситуация... Кроется... Не столько... В том... Что... Вам обидно... Что... Ребенок... Не выйдет... Папу... Сколько... То... Вам... Что... Вы... Понимаете... Что... Ребенок... Из вас... Вьет... Веревки... Но сделать с этим... Вы... Ничего... Либо... Не можете... Либо... Не хотите... Я думаю... Честно говоря... Что... Вся проблема... В этом... Потому что... Ну... Как бы... Ну... Другие косвенные истории... Они на это указывают... Да... Так... Эээ... Последнее время... Карьерный рост... Все в гору... Он сейчас стал приходить с работы... Поздно... И выпущен... Могу даже... Я всегда переживала... Где он источник... Так... Трубки не брал... И был недоступен... Почему... Почему... Вы переживали... Вот... Вопрос... Почему... Вы переживали... Да... Мужчину... Врослого мужчину... Здорового мужчину... Да... Почему... Переживали... Почему... Заловались... Почему... Особенно... Если... Это... Происходило... Ну... Не... Не один... Раз... Почему... Вот... Давайте... Поисследуем... Эм... Причины... Вашего... Волнения... Было ли это... Связано... Только... С... Человеком... Или... Это было связано... С чем-то еще... Ну... Например... С вами... Что вы тревожились... Например... С вами... Что вы чего-то... Боялись... Может такое быть? Как вы думаете? Вот... Просто... Если... Подумать... Можете... Если... Подумать... Можете ли... Бить... Такое... Давайте... Разберем... Это... Давайте... Попробуем... Разобраться... Насколько... Вы... Действительно... Понимаете... Хорошо... Свои чувства... То есть... По тревоге... Например... Зам-мужчину... Я от этого устал... От чего? Разговаривая с ним... Он говорит... Что ты не понимаешь... Я делаю это для нас... Значит... Ни наложимы связи... Если не выпьешь с ними... Не уважай... Значит... Я сам не хочу... Это необходимо... Простите... Так вы... Переживали за него... Или вы... Ругали его... За то... Что он... Выпивает... Подозревая... Что... Он не работает... А развлекается... Давайте... Определимся... Реакция мужчины свидетельствует... О том... Что он защищается... Так... Он уже уходил два раза... Но тут же приходил пьяный назад... И извинялся... То есть... По сути... Ну... Вы... Вы описываете манипуляцию... С вашей стороны... Вы извините... Вы извините... Но вы описываете манипуляцию... Вот с вашей стороны... Это выглядит... Это выглядит... Как манипуляция... После очередной ссоры... Я сказал... Уходить... Она ответила... Что ты не любит... Из-за чего ссоры... Уйдет... Что всегда бегал... За мной... Но больше не будет... И тогда ты со мной прибежишь... Так оно и вышло... И только тогда я поняла... Что заиграл... Как я все делал неправильно... Почему... Все совершенно неправильно... Понимаете... Вы себя обвиняете... Только потому... Что потеряли то... Что вам необходимо... И это такая игра... Я догоняю... А ты убегаешь... Ты убегаешь... А я догоняю... Вы посмотрите ее в интернете... Это такая психологическая детская игра... Вы боитесь близости... Вы эмоциональные близости боитесь... Это вы пытаетесь... Либо все контролировать... Либо от человека... От себя отталкиваетесь... То, что у вас не получается... Наладить отношения с сыном... Свидетельствует о том... Что у вас не... Не простроены личные границы... То есть... С личными границами... У вас... Эм... Беда... И с этим нужно... Нужно работать... Надо быть правильным... Выстраиванием... Личные границы... Вот... Эм... То, что вы себя... Ну... То, что вы говорите сейчас... Что... Вот я все делаю неправильно... Что... Неправильно... Типа того... Обвиняете себя... Да... Обвиняете... Именно обвиняете себя... За свое поведение... Ну... Это связано с тем... Что вы потеряли... Действительно... Очень важное для себя... И... Что самое главное... Потеряли... Очень важное для себя... Чересчур... Это... Чересчур... Для вас... Важно... Очевидно... Потому что... Ну... Ваши претензии... По поводу того... Что... Мужчина мало проводит времени... Дома... И... С ребенком... Они обоснованы... Они не подходят для вас... Для вашего... Эээ... Мужчины... Это правда... Но они обоснованы... Так или иначе... Это обоснованные... Эээ... Претензии... В любом случае... Просто... Они не подходят вашему мужу... И... Получается... Что вы сейчас... Себя ругаете за то... Что говорили о том... Пусть не совсем правильно... Что вам важно... Это... Обесценивание... Своих... Желаний... И... Постановка... Их... Своих желаний... В зависимости... От... Других людей... В данном случае... В данном случае... От... Своего мужа... Дальше... Эээ... Так... Когда я пришел к сыну... Их к сыну... Я бросилась к нему... Просил обращения... Молял вернуться... Это при сыне что ли... Зачем так... Зачем вы унижаетесь... Знаете... Да... Вы унижаетесь... Что он унижает... Что вы унижаетесь... Но... Как бы... От любви до ненависти... Один шаг... И вот... Когда он вас любил... Он унижал... Вот теперь он увидел... Как унижаетесь вы... Научился латься... Манипуляция... Вот... И... Вкусил это... Вкусил это... Вот эту власть... Очищение власти... И... Дальше... Справедливо... То... Что... Говорит мой коллега... Кудричев... Игорь Леонидович... Так... Значит... Молял вернуться... Зачем... За что вы просили прощения... Опять... Вот... За что... Елена... Вы просили прощения... Если... По идее... Вы говорите о том... Что вас волнует... И... Вы говорите о вещах... Которые имеют место быть... Ну... Это... Это ваше желание... Так... За что вы просили прощения... Вот... Ну... Вот... По факту... За что... Не понятно... Он встал на своем... Сказал... Что устал... Что он не ушел... Я сама его выгнул... С другой стороны... Беру другом мучиться... Это правда... Найдет тебе мужчину... Будь... Который будет любить тебя... И... Приходить домой рано... Ну... Это тоже правда... То есть... Я не знаю... Насколько... Вот... Кудрычков... Игорь Леонидович... Прав... В том... Что он говорит... Что мужчина вернется... Нет... Скорее всего это так... Скорее всего это так... Но... Есть вероятность... Что... Ваш муж... Ваш муж... Он... А... Действительно... Говорит... Есть вероятность... Что ваш муж... Действительно... Говорит... Ну... То... Что он думает... Сейчас... Есть ощущение... Что ему... Правда... Могла... Надоесть... Вся эта... Э... История... С... А... Он... Он, ну, в корне применялся, не звонит мне сам, не пишет, а должен, только по делу, что ранее был для него вообще нетипичный. И что это для вас значит? Пошел в ЗАГС, поставил штамп о разводе. Слушайте, ну, знаете, есть ощущение, что у него еще может кто-то появиться. Вот такое ощущение есть. Так, к сыну приходит, но не интересуется моими делами, а должен? Я предоставил звонить писать, когда приходит, улыбается, хочет показать, что я меняюсь, многое приятно. А как? Как вам показывать, что вы меняетесь, если между вами, по всему, общего ничего нет, кроме сына? Но теперь он уже ничего не хочет, смотрит на меня холодно. А должно быть по-другому, а мне очень больно и одиноко. Отчего вам больно и отчего вам одиноко? Понимаете, это ощущение одиночества, это не принятие себя или вам некомфортно наедине с собой. Видно, что он держит на меня злобу. Возможно, это не злоба, а просто обида. Такое очень часто бывает при разводе, ну, при разводах людей. Еще говорить, что мои попытки его вернуть бесполезны, якобы я заставляю сына звонить ему, хотя это не так. Ну, это скорее вот так проявляется обида. Сын там хочет звонить, хочет, чтобы папа приходит, ему его взрослого не хватает. И это ощущение, что вы сына своего жалеете. Это тоже очень серьезный момент, потому что на сына это влияет крайне деструктивно. Так, мы считаем, что вот я ему говорю об этом. Еще проблема, еще такая проблема, мы брали кредит на ремонт, тогда она стала заплатить 150 тысяч. И чтобы я заплатила ему, так как ему надоело платить, тем более часто платить за квартиру, ему тяжело материально тянуть. Слушайте, ну я думаю, что здесь вопрос больше в юриспруденции, чем в психологии, я не очень понимаю, зачем вы это написали. Из-за этого начинает греть Сивер на меня, что я его выгнал на улице, а ему надо брать ипотеку, устраивать личную жизнь, а из-за этого кредита ему не одобрят ипотеку, поэтому требует с меня этих денег. Ну, опять же, это вам в раздел юриспруденции. За все это время, что мы шили, денег давал мало, и опять же, вы знали, что это ваш мужчина, вы согласились или что-нибудь. У него были кредиты, он вкладывал все деньги туда, а в основном я сама все заплатил. А это тоже было вашим выбором самой, все платить. Тоже был ваш выбор. Я еще не подавала на алименты, но придется, наверное, так, если я возьму кредит, чтобы отдать эти 150 тысяч, ему я не потянул. Но это, опять же, вопрос не к психологам, наверное. Понимаю, что, видно же, не случится чудо, он не вернется, а вы верите в чудо. Я так, кажется, что он вернулся. Зачем? Что делать? Что бы что? Что бы что? Что бы что? Что бы что? Так. Ага. Говорить, что ему очень тяжело, всякого ласкидая, но лучше сейчас, чем лучше в другую руку, чтобы брала все эмоции в сторону, взвесила все минусы, и минусов будет больше. Сейчас она так говорила. Это правда. Это правда. Это правда. Еще сказал, что теперь представь, как меня разрывало эти 12 лет, когда мы ссорились, расходились, смирились. Если ты умница красавец, найдет себе настроение, все будет хорошо, против Клины станет легче. Ну, есть ощущение, что он просто мстит. Есть ощущение, что он просто вот, ну, эм, как бы, хочет, хочет показать вам, как бы упло прямо. Поэтому, это принцип, принцип Толеона. Такой. Так. От этих слов меня просто разрывало, когда я просил его вернуться. Почему разрывало? Я так ругаю себя за это, понимаю, что это все. Ну, опять же, в чем ваш вопрос, да, именно к психологу или на чего вы хотите, не совсем понятно. Жертвы находятся в совместной жертвой. Я рекомендую вам изучить триугольных карпмана, чтобы вы увидели, что такое совместная жертва. Вот. Из позиции жертвы вас можно вывести через принятие личной ответственности за то, что происходит в вашей жизни. Вот. И тогда уже вы будете увидеть, куда двигаться дальше. Вот. Пока что вы просто вот, знаете как, упали, раскинули руки в разные стороны, и хотите, чтобы вам помогли. Сами вы делать сейчас вообще ничего не хотите. У меня есть ощущение, что вы вот психологически очень не самостоятельны и зависимы от других людей. Это нужно корректировать. То есть работать с самооценкой, с личными границами, с национальной сферой. Вот. Тогда возможно, действительно изменившись, я просто не знаю, как вы меняетесь сейчас, но тогда, действительно изменившись, вы имеете шансы вернуть своего мужа. Вот. Только тогда. Сейчас нет, сейчас нет. То есть если он сейчас вернется, это будет так, как описывает мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович. И, пожалуйста, сформулируйте свой вопрос психологу. Что вы хотите от психолога? Вот какая помощь, в чем вам нужна? Знаете? Вернуть мужа? Ну, можно попробовать, но это не гарантированно. Разобраться в себе то, что вам можно и нужно сделать, и то, что может реально сделать психолог. Вот. Мужам можно написать амортизационное письмо, письмо. Что такое амортизационное письмо, можете почитать в интернете. Опять же. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.